ой чего уже снимаешь да рыба друзья это лучшая закуска и сегодня я с вами поделюсь целыми двумя видами засолки красной рыбы у меня кита дальневосточный дикий лосось кстати если интересно посмотрите видео как я разделываю этот лосось и узнаете какие лучшие кусочки все-таки идут для засолки подписывайтесь и поехали начнем от простого к сложному самый простой способ засолки сухой засолки для рук или любой рыбы вам понадобится соль и сахар это закон засолки к одной части сахара мы берем две части соли лучше всего морской либо мы берем две части соли и одну часть сахара и к этому рецепту я рекомендую добавить розовый перец розовый перец очень очень круто сочетается с любой с красной рыбкой мы его сейчас засыпем ступочку добавим щепоточку соли чуть-чуть сахара чтобы легче специя наша размялась то есть в этом случае соль сахар выступают как абразив но с розовым перцем будьте осторожны потому что именно розовый перец содержит очень большое количество ядов поэтому в небольших количествах но он очень ароматный вот сейчас я размяла замечательно мы берем кусочек спинки спинка у нас на коже у рыбы это самая золотая часть самая лучшая я ее филировала ну как раз вот разделку можете посмотреть предыдущих видео убрала все косточки нам нужно сейчас сделать смесь из розового перца соли и сахара то есть как я уже сказала у нас две ложечки соли одна ложечка сахара все это дело перемешиваем у нас получается такой снег теперь нам нужно просто-напросто обсыпать рыбу кстати соль лучше всего брать морскую и среднего помола можно конечно и крупную но лучше всего средняя она быстрее просаливает вот собственно практически все мы эту рыбу убираем в холодильник на 12 часов и переходим к следующему рецепту следующий рецепт немножко посложнее но поверьте если вы приготовите вы будете просто покорены этой засолкой эта засолка она подходит для любой красной рыбы как я уже говорила у меня спиночка на коже это кита полностью филированная без косточек сейчас я приготовлю шубу или заправку так можно сказать основой заправки для этого способа засолки является свекла сахар и соль я добавляю две ложечки соли две части соли одну часть сахара изюминка этого рецепта это семена фенхеля я очень люблю именно растирать в ступке семена потому что совершенно другой аромат если мы покупаем специи в пакетике да смесь мы все-таки не можем точно сказать насколько они правильно приготовлены и что там за смесь потому что каждый производитель старается удешевлять свой продукт и очень важный момент любые семена которые вы размяли размололи тот же перец гвоздика имеют совершенно другой вкус и аромат более интенсивный более такой насыщенный к семенам фенхеля я отправляю сушеную цедру апельсина мне нравится сушеная вы можете взять и свежую цедру но имейте ввиду что обязательно цедру снимать аккуратненько без белого слоя потому что в белом слое содержится горечь мы цедру добавляем только-только для аромата немножко добавлю я соли чтобы мне было легче это все дело размять аромат уже фенхелем пахнет фенхель апельсины свекла я думаю что наш лосось будет нам благодарен а еще же там знаете будет как всегда у меня будет изюминка в каждом рецепте так что смотрите внимательно так мы готовые специи высыпаем и что у нас последний ингредиент но друзья будем добавляю в наш нашу заправку обычную водку можно водку любой крепкий напиток что вам нравится весы в этом сочетании специй подойдет любой крепкий напиток самогонка водка виски ром джин просто что вы любите небольшой аромат передастся рыбе мы перемешиваем спиртные напитки очень любят использовать в кулинарии и в италии и во франции вы это все знаете именно потому что спиртные напитки они усиливают вкус и делают блюдо более нарядное яркое и в данном случае спиртной напиток он поможет свекле отдать свой цвет нашей рыбе и рыба будет удивительно красивая необыкновенного цвета так мы берем рыбу на дно мисочки посуды вернее мы выкладываем часть нашей шубки выкладываем рыбу кожей вниз от сверху отправляем все остальное рыба будет одновременно просаливаться впитывать аромат специй и окрашиваться натуральным свекольным красителем она будет обалденно практически все мы отправляем в холодильник отбо варианта нашей красной рыбы ждем 12 часов я приготовила рыбу вчера у меня уже прошло 12 часов вчера а сегодня я вам покажу эту рыбу и мы ее продегустируем кстати когда вы ее достанете первый раз очень хорошо слить жидкость которая там будет а потом ее оставить она дозреет немножко подсохнет и если она еще денечек полежит то будет еще лучше это кусочек шеф посола с розовым перцем здесь всего три ингредиента это соль сахар и розовый перец розовый перец изумительно подходит для красной рыбы давайте посмотрим что у нас со свекольной рыбкой давайте нарежем для засолки я взяла самую золотую часть это спинка но остальные части смотрите на других видео куда у нас пошло у нас в этом лососе не пропал ни один плавник ну и давайте попробуем это первый способ засолки там где соль сахар и розовый перец вы знаете розовый перец конечно делает исключительный вкус рыбы вроде бы все просто но превращается во что-то такое необыкновенное обязательно приготовьте попробуйте в рыбе достаточно соли она достаточно плотная по консистенции и вот за что я люблю все-таки дикую рыбу которая бегает за добычей до по морям и океанам она конечно обладает совершенно другой текстурой и другим вкусом давайте попробуем теперь со свеклой очень нарядный кусочек она менее плотная по консистенции получилось более что ли влажная видимо за счет большого количества сока и помните что у нас там еще был спиртной напиток спиртным напитком не пахнет вообще потому что он за 12 часов практически испарился но он помог свекле фенхелю и цедре апельсина всем этим ароматом проникнуть в рыбку я все-таки вот за второй более сложный способ ну друзья вам решать готовьте подписывайтесь приходите к нам в гости и до новых встреч ваша лена а